Здравствуйте, братья и сестры! Приветствую вас! Мы живём или готовимся жить? Вот вопрос, который часто задаёт один мой хороший знакомый. Вопрос очень умный. А вы знаете, что в математике правильно сформулированная задача – это половина правильного ответа. Итак, мы живём или готовимся жить? Иногда мы готовимся жить и не живём, потому что, знаете, школьник долгие годы сидения за партой и всё мечтает о том дне, когда он покинет эту парту ненавистную и, наконец, вступит в эту взрослую жизнь. И благодаря этим переносу мыслей в будущее он упускает многое во времена сидения за партой. И это потом уже не нагонишь. Так, например, человек, лежащий в больнице, всеми мыслями стремится туда, за больничные стены, и хочет быстрее выписаться. Он думает, что там жизнь, что здесь он не живёт сейчас пока, что он лишь временно лечится, а жить он будет, когда выйдет из больницы. И думаю, что многое теряет, потому что и это время, которое он проводит в больнице, это тоже жизнь со своим опытом, со своими плюсами и минусами. Из этого опыта можно вынести немалое сокровище. Это касается всех. Мы всё время куда-то стремимся, о чём-то думаем, что будет потом, как бы предпосылаем мысль в будущее, думая, что там жизнь, а здесь подготовка к жизни. Это очень важно. Мы можем всю жизнь прожить в ожидании жизни, и потом окажется, что мы и не жили вовсе, а чего-то хотели, чему-то стремились, как чеховские герои, мечтательно смотрящие в небо, говорящие, что мы поживём, поживём, и увидим небо в алмазах, и услышим ангелов поющих. Как будто вот здесь, сейчас, это не жизнь. А на самом-то деле жизнь – это здесь и сейчас, ибо прошлое уже миновало и окаменело, и стало историей, а будущее ещё не подарено. Учиться жизнь здесь и сейчас – это великая наука. И, как часто это бывает, лучшим учителям бывают скорби и неприятности. Учит молитве скорбь больше всех других учителей. Когда Божиим сверлом просверливается сердце, человек начинает вопить. Из него открываются какие-то фонтаны живых слов, он начинает вопить на небо, и эти вопли его бывают искренны, честны и до Бога доходны. Учит нас жить часто тоже скорбь, потому что мы не можем знать вкуса хлеба, когда едим хлеб каждый день, не можем знать, что такое свобода и запах свободы, пока мы не были лишены свободы насильно, там, через службу в армии, кратковременное заключение, там, не знаю, что ещё. И для того, чтобы поговорить на эту тему далее, о том, что живём мы сейчас или готовимся жить, я возьму в помощь Федора Михайловича Достоевского, Царство ему небесное. Я думаю, что, ну, лично для меня это самый великий писатель во всей мировой литературе. Фёдор Михайлович Достоевский в своей жизни претерпел многое, но было такое нечто, что не каждому даётся, а именно приготовление к смерти и потом внезапное помилование. По делу о Петрашевцах он был осуждён на смертную казнь и был приговорён к расстрелу или к повешению. Я сейчас боюсь вас сбить с толку, но так или иначе они были выстроены на плацу Петропавловской крепости, им были надеты на голову балахоны белые, уже забили барабаны, уже было прочитано осуждающий этот документ. Потом балахоны были сняты, барабаны перестали бить, и был прочитан другой документ, который высочайшим повелением заменял смертную казнь на ссылку, на тюремное заключение. И Достоевский пережил, по сути, готовность к смерти, он уже умер. То есть он потом это всё описывал в своих романах, в частности в романе «Идиот», он пишет об этом. Вот благодаря именно этому опыту умирания, жизнь для него стала в те минуты пронзительно прекрасной. Он пишет о том, что по три человека, оно как вкладывает князю Мышкину в уста этот рассказ, о человеке, который уже умирал, как бы готовился к смерти. Какова жизнь для него, для того, кто уже простился с жизнью? Он пишет о том, что их выводили туда под расстрел по трое, а он был по счёту восьмым, и это значило, что ему нужно было ещё пожить минут пять. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от неё сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти-то лучи – его новая природа, что через три минуты он сольётся с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Он говорил, что ничто не было так тяжело для него, как беспрерывная мысль. Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить бы жизнь? Какая бесконечность? И всё это было бы моё. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил. Ничего бы не потерял. Каждую бы минуту с чётом отсчитывал. Уж ничего бы даром не истратил. Он говорил, что мысль эта в нём, наконец, в злобу переродилась. Что ему уж хотелось, чтобы его поскорее застрелили. Мышкин рассказывает о том, что пережил сам писатель. Собственно, писатель устами своего героя рассказывает свой внутренний опыт. «Если бы теперь пожить, если бы всё вернуть обратно, каждую секунду я бы жил полной, настоящей, внимательной, полноцветной жизнью, уж ничего бы не потерял». Кажется, в романе «Преступление и наказание» он там тоже пишет примерно подобное, говоря, что человек так цепляется за жизнь, так хочет жить, и он для жизни создан, для смерти, что если бы ему кто-то из писателей фантазирует дать возможность или покончить жизнь, значит, убить его, скажем, или дать ему возможность жить на маленьком пятачке земли, спиной к отвесной скале, а под низу им пропасть. Так что и дна не видно. И вот на ветру среди туч, носящихся в этом ужасе, прилепившись спиной к стене, человек согласится жить в целую вечность, только лишь бы ему не умирать. И говорит Достоевский там «Преступление и наказание», что подлец после этого человек, но подлец и тот, кто его подлецом за это называет. Жажда жизни у человека действительно очень глубока и велика, и нам нужно без расстрелов и повешений быть внимательнее к жизни, замечать ее, потому что добровольно мы лишаем себя и вкуса, и цвета, и запаха, и глубины, и тонкости, и широты из-за того, что как-то все не живем мы здесь, не находимся там, где находится наше тело. Как говорили греки, упуская мысли из-под кожи. А человеку нужно забраться именно под собственную кожу, чтобы жить здесь и видеть то, что на тебя смотрит. Наконец, в том же романе «Идиот» он пишет о том, что хотел бы я посмотреть, говорит, на одну картину, Мышкин говорит, на которой изображено лицо человека только-только сейчас вот взошедшего на эшафот, которого сейчас положат под нож гильотины. Мне кажется, он, наверное, думал бы дорогой, когда шел на эту казнь. Еще долго, еще жить три улицы остается. Вот эту проеду, а потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо. Еще когда-то доедем до булочника. Кругом народ, крик, шум, 10 тысяч улиц, 10 тысяч глаз. Все это надо было перенести, а главное мысли. Вот их 10 тысяч, а никого не казнят, а меня-то казнят и так далее. Кстати говоря, Эйнштейн, тот, который Альберт, тот, который является творцом общей теории относительности, говорил, что несколько страниц из любого романа Достоевского ему более полезны и приятны, нежели любая новейшая книга по математике или физике, то есть специальная литература, в области которой он специально занимался и был гениально одарен. Так что стоит читать хорошую литературу, стоит учиться у людей, думавших глубоко, чтобы и мы приобретали некий углубленный взгляд на вещи и не только готовились к чему-то в будущем, но умели жить здесь и сейчас. Научиться этому чрезвычайно важно, чтобы не прожить жизнь даром. Вот та мысль, которую я сегодня в передаче от Федора Михайловича через меня к вам хотел поделиться с вами, братья и сестры. Это был роман Федора Михайловича Досецкого «Идиот». Кстати, недавно прекрасно экранизированный. До скорой встречи, до будущих встреч. Доброй ночи, ангелов-хранители.